Четвертая книга Моисея, числа, глава 14 Умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себя начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед, только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказало все общество, побить их камнями. Но слава Господне явилась в скине и собрании всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди него, поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его. Но Моисей сказал Господу, услышат египтяне, из среды которых ты силою твоей вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он, склятвую, обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. И так да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпеливый, многомилостивый, прощающий беззаконие и преступления, и не оставляющий безнаказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта до сели. И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему. Но жив я, и славы Господни полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мной в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз, и не слушали глаза моего, не увидят земли, которую я склятвую, обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне в виду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Амаликитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю. И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, — Да коли злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, — Живу я, — говорит Господь, — как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме халева, сына Иефонина и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем всем злым обществом, восставшим против меня, в пустыне сей все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, сие, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навин и Халев, сын Иефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. И, вставшие рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал, «Для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо Амаликитяне и Хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа». Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же, завета Господня и Моисей не оставляли станы. И сошли Амаликитяне и Хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до холмы. Продолжение следует... Продолжение следует...